а здрасте всем друзья привет уленьки у нас стартует третий сезон прохождения золотого колоса в 19 ферме после небольшого так сказать перерыва я давненько не играл вообще в это все дело поэтому даже особо сильно не помню о своих планах точнее планах то я помню мелочь всякая вот это вот забылось но ничего страшно прорвемся давайте для начала посмотрим что вообще у нас на ферме сейчас происходит дабы освежить памяти дабы может быть кто-то только начал смотреть это прохождение если вы кстати не смотрели первые два сезона то вот ссылочка на плейлист правом верхнем углу щас появится дабы быть в курсе всего происходящего но мы погнали пробежимся чё у нас и и и вообще да есть у нас друзья на данный момент 4 поля больших 4 5 6 7 8 9 и 10 все эти поля сейчас находится в стадии культивирована они удобрены один раз можно в принципе и 2 было удобрять но я обычно после посева все это делаю ничего в них не засеяло поэтому с этого мы сегодня наверное и начнем также у нас есть еще и 18 поле куплено здесь у нас растут деревья и вот это кстати уже похоже на полностью выросшие деревья хотя вот не знаю в любом случае мы в этот игровой день их пилить еще не будем а может кстати и будем неизвестно тут вот растет 100 деревьев ровно 100 до они уже почти выросли мы их в общем то рано или поздно все спилим наверное мы за один подход их все попилим нахрен это что напилим засадим здесь соответственно новое потому что она растет не один день и не два и даже не три на самом деле будем смотреть по расходу ладно с этим потом разберемся также у нас друзья в наших владениях есть две теплицы два тепличных комплекса и восточный и северный оба они куплены там лежит обогащенный грунт причем свеженький отработанный грунт весь вывезен есть немного удобрений в принципе этих удобрений хватит на два цикла посадки полных поэтому я думаю что мы ничего здесь изменять не будем через три игровых дня нужен будет снова обогащенный грунт поэтому в течение двух дней наверное будем его потихоньку туда возить и друзья также у нас есть в собственности два завода во-первых у нас есть мельница которая у нас давно уже есть она работает с ней все хорошо мукомольная линия выключена и фасовочная линия тоже выключена мукой мы сейчас в данный момент времени не занимаемся еще с прошлого сезона у нас крупа рушка работает группа рушка сейчас делает крупу пшеничную также на складе у нас есть еще овес и кукурузу которая потом будет делать кукурузную крупу и овсянку в общем то она все тут довольно быстро переработается этот завод у нас уже прокачен до второго уровня из пяти все линии прокачены теперь они он почти по 34 куба в час обрабатывают все хорошо с крупа рушка у нас прошлой серии в последние вышел небольшой косяк точнее не с крупа рушкой а с урожаем там был низкий урожай что-то посевы короче не захотели нормально растись я друзья как вы уже знаете хочу сделать заначку на всякий случай на срочные грузы может быть на контракт когда-то понадобится если что-то срочно вдруг надо будет отвести по 60 кубов всех товаров которые мы производим у меня на складах сейчас хранится вот с крупой кстати не задалось поэтому мы сейчас заняты именно этим крупа делается курузных принципе то хватит потому что есть еще 50 кубов кукуруза и 32 куба крупы под пшеничной овсяной мы не наберем увы поэтому сеять на поля мы сейчас будем то что понадобится для производства пшеничной крупы перловой крупы и овсяной крупы то есть рожь ячмень и пшеницу с этим я думаю все понятно также друзья есть у нас еще один заводик это сахарный завод он сейчас выключен потому что он ночью не работает но я его тоже прокачал точнее одну линию по переработке свеклы которая теперь она будет перерабатывать по 60 кубов свеклы в час это это довольно много до этого было по моему 30 вся свекла которая у нас была когда-то собрана на контрактах и плюс еще одно поле отправлено в переработку и ушло где-то примерно 5 дней чтобы сделать 300 кубов сахара то есть работает он относительно медленно да и свеклы потребляет очень много посмотрим что будет с прокаченной линией но сейчас сахаром у нас не очень много 300 кубов всего может быть может быть когда-нибудь упоримся в сахарный тростник хотя не знаю но есть у меня мыслишка друзья прикупить 11 поле на котором она маленькая на нем будем выращивать всегда свеклу и отправлять на сахарный завод пусть он все это дело перерабатывает рейтинг у нас друзья сейчас 75 по моему до скоро будет 76 когда они скоро будет 76 время в игре ладно может быть контракт какие-то будут попадаться будем себе этот самый рейтинг качать этим в общем то тоже все понятно но и последнее друзья это наши склады которые на ферме есть у нас немного картофеля я его использую только если попадается контракт на посадку картофеля я этой самой картошкой выполняют этот контракт довольно таки выгодное дело правда давно и этим не занимался но ладно пускай лежит ничего страшного есть у нас также собранный лен 160 кубов пускай тоже лежит его за копейки продавать особо сильно не хочется семян друзья у нас нету здесь почему-то написано 5000 литров семян но на самом деле их нет я не знаю что это такое за косяк такой надо будет потом подправить наверно в сейве это но в общем-то семян у нас нету я решила навести здесь порядок вывез все семена они продаются ровно по той же цене по которой покупаются и поэтому сейчас мы съездим затарим эти самые семена и начнем пассивную но извести немного осталось поля посыпались известью продавать и решил не продавать в общем-то 11 кубов есть и хрен с ней потом через три дня надо будет все равно покупать еще кучу извести чтобы посыпать все поля удобрение гербициды жидкие удобрения мы вообще не покупаем и их не используем потому что я играю без сорняков мне это не нравится а удобряем мы все самолетиков вот такая вот интересная история но самое друзья интересное что вообще у нас ждет в третьем сезоне в начале так это то что у нас на балансе есть восемь с половиной миллионов денег и я хочу обновить технику я еще вот сейчас все в раздумьях насчет вот этих контейнеров больших как бы хочется с большими играть но маленькие выглядят красивее потому что маленькие они немножко именные мне это очень нравится поэтому в общем то я сейчас еще вот на пути раздумья как это все дело обыграть но эти восемь с половиной миллионов надо будет потратить и чуть попозже я в общем то расскажу на что именно когда у нас откроется риэлторское агентство это случится где-то через два с половиной часа примерно мы туда пойдем и будем покупать новые недвижимости а также в магазин сходим и купим новые поля но и пока что погнали разбираться с пассивной как я уже говорил друзья у нас есть четыре поля с помощью которых мы будем рубить бабосики и в принципе есть три культуры которые надо засеять пшеница ячмень и овес для того чтобы сделать нужную нам крупу поэтому на 4 5 поле мы засеем овес на 6 7 засеем например пшеницу или ячмень и на 8 9 наоборот нас остается еще десятое поле и на 10 поле я друзья засею лен чтобы собирать соломку и соответственно и и продавать дело это все таки выгодная солома льна и и все такое и наверное десятое поле у нас всегда будет подлен всегда подойти тюки и всегда будем их продавать наверно пока что у меня мысли именно такие ответственно друзья нам надо купить семян семена у нас покупаются с помощью вот этого вот замечательного урала его можно настроить авто драйв автогруз и отправить его работать поэтому давайте собственно-то это и сделаем два раза отправляем его за семенами пшенички два раза отправляем его за семенами овса за ячменем тоже два раза он съездит но и разумеется за льном тоже два раза то есть по 24 куба семян вот этих вот всех мы с вами сейчас берем а также надо его настроить чтобы он это все дело вскал склады по выгружал тоже да немножко геморрой на это все знаете сразу настраивать но ничего страшного итоге друзья у него 8 заданий и каждый сорт семян который мы сейчас повезем каждую культуру он по два раза съездит и одно задание у него на загрузку одно на выгрузку тут в общем то все понятно а также настраиваем этому товарищу сейчас и автодрайв садовом центре семена он все это забирает выгружает это все на базе семена выгрузка и возит на семена тут можно в принципе вообще ничего не ставить по фигу что всего ему нужно съездить 8 раз вот такая вот замечательная история отправляем он в общем то сейчас сам съездит сам привезет семена нам все и после того как он это все сделает сам припаркуется обратно на место обожаю вот эту вот автоматизацию в общем-то ладно вы все об этом знаете уже что я такое люблю а техника у нас почти вся помытая почти потому что некоторые стояла в гаражах и я ее не помыл вот сейчас мы ее помоем нам сейчас понадобится вот этот вот трактор из пума он у нас сейчас пойдет сеять погнали его в принципе сполоснем раз уж у нас все тут помытое было первое что мы будем сеять это будет пшеница просто потому что так получилось потому что семена я первые которые заказал это нам привезут пшеницу давай дружище мойся там же следующий раз это будет видимо в конце сезона вы сейчас чистенький красивенький будешь готов работать можно тебя пока что заглушить этому товарищу нам тоже надо настроить автогруз мы загружаем из склада семена пшенички на ферме бесконечное количество раз и на выгрузку тоже ставим такой же пшеничку чтобы можно было потом легко эти самые семена скинуть обратно также автодрайв настраиваем на пополнение работать мы сначала будем на поле номер 67 первая пшеничку поедет сажать туда семена загрузка он будет под семенами пополняться пополняться он будет семенами как ни странно ставим ему автодрайв точнее чтобы курс play включился когда он туда приедет и этот самый курс play ему тоже настраиваем работает ты дружище поедешь вот отсюда сделаешь три поворотных полосы с разворотом маршрутик мы тебе генерируем и все со стартовой точки здесь мы поставим просто для разгрузки наполнения на парковку ехать тебе не надо хотя вообще на самом деле может быть и надо с учетом того что семена его придется менять поэтому ладно пускай едет на парковку можно кстати сделать хитрый финт ушами у нас для сейлки назначено парковочное место в гараже и для трактора тоже они всегда в паре работают можно например для трактора сделать парковочное место семена разгрузка тогда после того как он на базе будет проезжать через триггер то есть у него парковочное место будет на семена разгрузка он туда приедет выгрузить семена и скажет между приехал я потом на него переключаюсь нажимаю на одну кнопочку он едет парковаться слушать это хорошая идея семена выгрузка вот назначаем на трактор парковочное место теперь подцепляем вот эту вот штуку обратно и назначаем его обратно поле номер 67 в общем то ждем пока привезут первую партию семян да кстати постоянно люди в комментариях на стримах там орут починить технику и все такое прочее друзья сейчас есть такая вот фича курс плея дополнительные настройки автоматический ремонт меньше 70 процентов или же поддерживать исправлено не ремонтировать в общем то вот такая вот интересная настройка есть уж play сам по достижении износа то есть в 30 процентов ну то есть 70 остается исправленное состояние исправное он сам это все будет чинить поэтому мы с этим не паримся и я вообще я занимаюсь всей этой дичью но у нас только что я видел проехал урал наш привез семена поэтому мы вот этого товарища запускаем в работу запускаем ему автодрайв и он едет пополняется и начинает все сеять и знаю наверное в 6 утра мы с вами друзья встретимся а садовый центр сходим кое-что там еще прикупим но этот товарищ сейчас в одиночку будет засевать все поля я не знаю сколько времени у него на это уйдет но относительно быстро в принципе я пойду своими делами заниматься пока он тут это все делает ups я что загрузил пшеничку и в общем-то пошел работать красавчик но урал свою очередь поехал за другими семенами он сюда все привезет он тоже будет молодцом в общем-то друзья встретимся чуть попозже так друзья у нас стукнуло 6 часов утра уже две минуты и я купил 900 кубов грунта я увы забыл нажать кнопочку начать записи поздно об этом вспомнил сюда завезли 970 кубов грунта 70 еще осталось можно в общем-то его купить 900 я купил следующий раз купим 500 когда будет завоз и весь этот грунт отвезем также друзья пришло время посадки теплиц я купил 7 поддончиков с рассадой клубнички как обычно на восточный тепличный комплекс будем сеять клубничку там уже 500 раз писали что выгоднее сеять например томаты это выгоднее чем упарываться в клубнику но друзья клубника подкупает своей ценой и маленьким объемом мы за три посадки одной клубники выращиваем около 800 900 кубов этой самой клубники можем без проблем и и всю вывести и заработать сразу много денег быстро если упарываться например в томаты то там с теплиц получается в районе 900 кубов примерно плюс-минус за три посадки получается ну почти три миллиона литров и геморрой на вывести все сразу это и долго и ценники там проседают так или иначе и весь его сразу и не вывезешь наверно там то ли по всем разным точкам развозить то ли еще как то поэтому друзья 1 1 теплица у нас будет восточная на клубнику а все остальное по очереди томаты и баклажаны и огурчики в общем то все как обычно мы же друзья переносимся на нашу базу во первых нам нужно взять отсюда вот урала который у нас с платформой с подбором опаньки дружище а где ты я видимо тюки возил до с помощью урала принципе кстати знаете что можно сделать можно взять вот эту вот платформу наши отправить и и и давайте попробуем может быть прокатит сразу взять и и 2 теплица сразу засадить да она конечно куралу не подходит и что-то она какая-то тоже грязноватая получилось ну ладно ничего страшного давай дружище есть на садовый центр не не будем мы с этим опарываться друзья все равно два раза толком не съездишь поэтому два раза он съездит купится эта платформа пускай стоит с ней тяжело будет я боюсь что он с ней даже нормально не сможет восточному тепличному комплексу подъехать потому что и урал не не самый управляемый скажем так вид транспорта платформа не самая маленькая что называется поэтому давайте со старым комплектом знаете комплект есть комплект надо все делать в комплектами вот как мне кажется а мурал кстати уже почти все семена привез ему осталось по он только последнее там то ли лен то ли что-то такое привести и все тоже относительно быстро сделай и посев кстати почти закончился уже на первом поле так что все там быстро происходит все нормально так дружище давай куда ты едешь ты едешь на садовый центр садовый центр рассада да мы с тобой встретимся там а здесь мы берем вот этого вот мана я думаю что ему 1 прекрасно он справится с тем чтобы рассаду отвезти такой у нас автопарк уже грузовиков но это я все немножко скорее всего переделаю самую малость но чуть попозже так дружище давай у нас забираешь это все дело на садовом центре грунт новый и отвозишь на северный тепличный комплекс грунт новый и возишь ты обогащенный грунт как ни странно бесконечное количество раз давай дружище развлекайся и времени у нас трактор закончил посев уже и как я ему выставил место для парковки на месте разгрузки вроде как он сейчас должен поехать разгрузить семена и сказать мне все типа я закончил свою работу посмотрим сработает это дерьмо или нет вроде как он и едет на разгрузку в выгрузил товар семена и остановился да скажи что ты остановился пожалуйста в он становился заглушиваться вот вот так вот это будет прекрасно работать потом если надо будет можно его съездить помыть отправить на парковку в этот самый в гараж если мы нажимаем на кнопочку парковки сейчас то он ведь едет на парковку сейлка потому что это привязывается именно к самой сейлки а когда курс play вывозит на парковку он привозит привязывается к трактору в общем то понятно как это работает давайте поставим друзья ему здесь ячмень выберем ему здесь в поле номер 89 поставим ему курс play чик в общем то с этими настройками все понятно изменим немножко автогруз потому что сейчас надо будет забирать ячмень загрузить из склада и разгрузить склад все это ставим ячмень давай 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 оп ячмень есть автогруз закрываем но и курс play конечно же ему тоже ставим ячмень будем сеять вот на это вот поле вот с этой вот точки можно даже чуть пониже чтобы все проще было добраться давай дружище генерируем маршрут это окно мы закрываем и отправляем его по автодрайвом он съездит загрузится семена засеет поле съездят если у него не хватит семян съездит пополнится когда ему надо будет и после этого приедет разгрузить семена на базу и скажет что он закончил мы переносимся на садовый центр здесь у нас урал приехал забирать рассаду поэтому давайте ка моему наверное ее и загрузим сзади там как раз в очереди стоял другой урал который семена возил у него тоже все хорошо но загружаем привязываем все это дело ремнями и отправляем его на куда мы его отправляем на вот такая посадка восточный тепличный комплекс посадка давай дружище едьте семена потом вернешь сюда обратно мы тебе купим других точнее рассаду хотя чё возвращаться давайте сразу купим раз мы здесь начнем друзья автоматика знаете по алфавиту берем тоже 7 этих самых рассадов 7 поддонов вот они стоят в общем то я потом это все дело тоже за кадром сделаю тут у нас в общем то все в порядке товарищ сейчас будет ездить грунт возить он наверное уже один даже забрал да да уже ездит обратно с грунтом у него тоже все хорошо по 54 куба за раз он будет возить все прекрасно друзья у нас остается еще 8 миллионов денег в 8 часов утра мы встретимся и пойдем в риэлторское агентство их тратить к этому времени уже посев скорее всего закончится может быть еще не все отвезет по поводу грунта посмотрим тут ох ты ж ежик туда параллельно шла культивации и разброс извести поэтому такая вот вакханалия но на самом деле на поле все в порядке поэтому не стоит переживать здесь у нас кстати уже пшеница засеялась можно это все дело наверное удобрить нет нельзя самолет еще не доступен самолет то ли 7 то ли с 8 утра не помню точно но не проблема потом все это дело мы посыпем без проблем с самолетика в общем то встретимся до 8 часов утра когда у нас все закончится товарищ семена загрузил поехал сеять молодец обожаю вас ребята ну что друзья 7 56 утра у нас уже на часах почти 8 почти открылась уже на риэлторское агентство которое мы сейчас пойдем чтобы тратить наши денежки но сперва надо сделать еще некоторые покупки которые вот нам нужно на ближайшие три дня до следующего заработка чтобы внезапно не оказаться в минусе а точнее если мы окажемся что все все равно продолжалось по плану скажем так идти конкретно друзья нужно купить еще рассады нужно купить еще 14 поддонов с клубникой 7 поддонов с огурчиками и 7 с баклажанчиками и отставить все это дело куда-то в сторону мы так в принципе то уже делали даже огурцы мы в общем-то отложили в сторону теперь возьмем еще баклажанчиков еще тоже семь штук можно и в принципе даже вместе к огурцам положить если там на автозагрузке подцепиться в какую-то перемешку ничего страшного абсолютно в этом не будет без разницы в какой очереди у нас будет там расти сначала огурцы баклажаны или все вместе будет перемешку это все неважно рассада есть это главное нам она потом пускай уже цепляется что захочет без разницы баклажаны в общем-то у нас тоже есть давайте еще заглянем в меню возьмем еще клубники 7 поддонов их тоже надо оставить сторону и взять еще 7 поддонов клубники знаю куда их отставить как и в прошлый раз вот сюда мы их скинем их принципе удобно будет отсюда потом взять на урале уже сколько денег потрачено почти вот миллион потратили на рассаду сейчас но это нам на три дня все сразу чтобы потом если вдруг мы окажемся в минусе а такое возможно из-за заводов наших чтобы не оказаться потом ни с чем минусу но и и останется минусом рассаду нам покупать не надо а потом большой плюс когда распродажи будет через три дня у нас как это обычное происходит так 7 но есть клубничка и давайте еще 7 тоже с клубничкой возьмем и будем понимать что у нас с балансом 7 миллионов 190 тысяч у нас осталось 8 утра поэтому погнали теперь в риэлторское агентство покупать новую недвижимость точнее не покупать делать запросы и так что же нам надо купить первую очередь друзья я хотел купить мебельную фабрику она стоит 2 158 номинальная рыночная цена лояльность у нас прокачана на сто процентов за сколько нам ее отдадут одному богу известно хотя мы об этом сегодня попозже узнаем делаем запрос агент связался в общем то все хорошо тут теперь значок появился с последним обновлением прикольно также друзья я хотел взять еще 11 поле она не так дорого стоит требует 0 рейтинга тут тоже лояльность сто процентов под свеколку я вначале говорил уже об этом поэтому делаем запрос и на него больше из недвижимости пока что нам ничего не надо но нам друзья обязательно нужна еще новая техника крайней мере какой-то минимально минимум минимально минимум до что нам надо друзья так как мы берем мебельную фабрику а мы ее возьмем рано или поздно нам нужен скорпион которым мы будем пилить наши деревья это модовый скорпион он умеет пилить там длинные бревна ничем он дает от дефолтного не отличается в общем-то я не помню даже откуда его взял 440 тысяч он стоит мы его покупаем а также друзья нам нужен прицеп для перевезки бревен тоже с автоподбором потому что я ленивая жопа и с таким количеством деревьев все это вручную делать это плохая идея стандартно на 12 метров нам его вполне хватит будем по 11 с половиной или по 11 метров пилить бревна они прекрасно будут сюда залазить и все будет у нас хорошо конфигурация заднее крепление нам не надо выбор колес удар широкие шины пускай будут широкие шины 26600 моего тоже берем также друзья нам надо будет избавляться от пиньков поэтому за 5000 пинька резку мы тоже своим покупаем мы берем ну а для того чтобы посадить следующий лес нам в общем то вот такая вот штука нужно но она у нас уже есть я ее не продавал тогда ну и друзья вроде как с минимумом все понятно вот это все дело я думаю что в следующей серии перевезу на базу или за кадром когда мы уже будем начинать пилить деревья это на самом деле из покупок еще не все пока что у нас друзья идет посев последнего поля время из-за этого я сейчас мотать не могу чтобы дождаться тут принципе ему полчаса осталось где-то поработать и он уже поедет разгружаться man тем временем уже наверное почти все отвез да почти да почти все отвез он уже последнюю ходку сейчас сделает на северный тепличный комплекс и будет все возить уже на восточный он в принципе никак не привязан к перемотке времени поэтому для него это тоже не проблема мы сейчас ждем пока у нас засеется поле те поля кстати я уже удобрил самолетик уже доступен был 7 часов утра поэтому все нормально можно 4 5 кстати тоже отправить сейчас удобрить потому что там было и культивация и все что хочешь сверху она уже засчитается уже можно удобрять все 5200 мы тратим 6 700 а кстати да еще заводики заводики мельница мельница у нас уже кукуруза перерабатывается пшеничная овсяная крупа уже все выработала все что можно было но это даже меньше 60 кубов то есть это даже на заначку на нашу не хватит который вот я обычно делаю по 60 кубов в общем то мы узнаем за сколько нам продадут или не продадут мебельную фабрику и уже потом будем дальше посмотреть что мы будем еще покупать потому что есть еще мысль купить товарные склады наверное она понадобится но остальное все вбухать в технику наверно не знаю посмотрим в общем то когда придет ответ тогда мы с вами и встретимся знаете друзья я тут мотал время пока у нас кстати селка закончила свою работу и пришел мне срочно груз на лен ален ведь у нас есть единичка рейтинга ты нам не повредит поэтому я думаю что погнали мы наверное его и сделаем почему бы и нет время предложения еще четыре минуты и пять минут есть у нас в принципе девять минут на все это дело я вот не знаю успеешь ли ты вот это отвести за 9 минут но давай будем считать что успеешь на масло экстракционный завод это все дело надо отвести погнали тебя загрузимся 9000 литров загрузим чтобы у тебя все четко было вот тут очки сдым стой а в принципе можно и вручную это все дело отвести по факту вот знаете можно даже и принять четыре минуты зато весело будет ехать хотя наверно мани надо было ехать быстрее бы было ну ладно погнали а а вот а а ну насколько я понимаю вот сюда нам это все дело надо высыпать опаньки да пошло я успел я молодец у нас плюс 1 рейтинга и красота давай дружище ты отправляйся обратно на парковку а мы друзья идем дальше в риэлторское агентство мотать время караулить так группа ружку остановлена кстати может быть того имеет смысл выполнить там сейчас а а 9 часов утра кстати на дашь еще и запустить этот самый заводик наш другой ее моя чуть не забыл от иногда забываю мельница что там потом 31 час 31 27 ладно смысла нету ресурс у всех 100 процентов тут 96 на крупа ружки все нормально на сахарном заводе мы его запускаем и дальше понеслась у нас переработка свеклы тут тоже ресурс 100 процентов только что обновление было сделано до 31 час все прекрасно значит мы мотаем время и ждем с моря погоды пока что-нибудь интересное не произойдет не случится как нибудь ответ от риэлтора или что нибудь такое может контракте какой-нибудь приползет всякое сейчас может случиться и аллилуйя ответ пришел в 1220 до в 1220 ровно кстати он 42 42 день у нас эти карьеры идет если кому интересно ну и что ты нам дружище скажешь по поводу мебельной фабрики мебельная фабрика смотреть 2 266 покупаем конечно же да и у нас еще остается 4 миллиона прекрасно ну что друзья давайте тогда посмотрим что у нас тут есть на этой самой мебельной фабрике сюда мы друзья будем привозить бревна и из этих самых бревен будет уже делаться все что здесь делается заводы мебельная фабрика здесь есть три линии даже четыре первая лесопилка которая делает брус на выходе есть щипа и соответственно брус есть отдельно щиподробитель который сразу древесину делает перерабатывает в щипу но я не думаю что он нам сильно понадобится и щипы также делается дспшка а из дспшки и бруса потом в итоге делается мебель переработка идет 25 кубов в час всего причем а ну нормально тут короче все до того осталось 230 часов что-то интересненько линия производства мебели 51 процент у меня сейчас здесь комплектующих нету от не проблем еще привезем или не повезем так ладно знаете что я еще хотел посмотреть это строительная фирма где она вот она во первых на мебельной фабрике строить в принципе ничего но это то и не интересно вот производственные линии качать вот это эта тема и для прокачки производственной линии нужно 63 рейтинга и 20000 комплектующих причем для прокачки 7 часов время работы это хорошо ресурс часов 1512 часов же классно но лесопилка видите не жрет ресурс так смотрите 26 плюс 27 это 53 плюс 20 93 плюс еще 20 это 113 по 13 кубов комплектующих надо нам сейчас на прокачку давайте этим займемся возьмем вот эти вот наши самые контейнеры большие классные и сейчас отправим их купить комплектующие благо есть такая возможность цепляем вот сюда вот контейнер и отправляем его на ж.д. ж.д. станция о пришел ответ на запрос по поводу поля номер один и потача пойдем смотреть ж.д. покупка вот есть у нас такая . давай только тебя на какую-нибудь дорогу более-менее выведем и мог ехать все едь и есть у нас еще один контейнер кстати которые оранжевый мы тебя отправляем ровно туда же ж.д. покупка то мы сейчас их перевезем и замутим там апгрейд линий сразу начнем со второй там кстати следующее обновление которое будет возможно будет требовать 73 рейтинга например или 75 а у нас уже 77 получается да да у нас уже 77 потому что у нас появилась еще один объект в недвижимости и мы выполнили один контракт на срочный груз ладно эти ребята у нас пока едут мы к ним сейчас вернемся а мы погнали в риэлторское агентство посмотрим чего у нас тут по нашему 11 полю 338 тысяч у него рыночная стоимость за 362 он нам его отдает мы его забираем отлично так что поздравляю у нас еще появилось поле и осталось на балансе 4 миллиона денег я друзья собирался взять еще эти самые товарные склады и знаете что от этой идеи я пожалуй отказываться не буду давайте мы сделаем запрос еще на товарные склады даже если нам их продадут за полтора миллиона два с половиной миллиона на новую технику нас останется хотя сильно много там тоже покупать я не собирался короче делаем запрос и пускай 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 да и временем кстати маны у нас уже подъезжают на же д-станцию сейчас мы здесь им закупим комплектующие они падла конечно дорогие но что поделать что поделать давайте друзья быстрее едьте чувак это самый еле тащите здесь вроде как у меня вот здесь вот точка стояла чтоб они стали ровненько и можно было в них сразу же это все дело загрузить посмотрим как это работает я еще ни разу этим не пользовался то есть я на перспективу себе тут точки вроде сделал ups о красавчик вообще смотреть как стал четенько и соответственно комплектующие нам надо 113 кубов это значит что 60 кубов мы загружаем в первый ман и мы его давайте просто отсюда уберем и 2 следом сейчас за ним поедет и 53 куба нужно комплектующих во второй ман 53 куба дынь еще 54 тысячи мы тратим капец как много как дорого они стоят но сейчас наше дело наша задача перегнать вот это все дело на нашу мебельную фабрику вот друзья пригнали мы сюда это все дело а теперь побежали точнее нет не побежали просто мы телепортируемся в строительную фирму вот она производственные линии на лесопилке на мебельной фабрике точнее лесопилку мы оплачиваем щиподробителя мы оплачиваем линии производства дсп мы тоже оплачиваем или не производства мебели мы тоже оплачиваем работы получение линии начаты и понятно следующее улучшение на у нас даже 68 рейтинга на следующее улучшение хотя они 80 рейтинга следующее улучшение понятно это линия производства мебели 68 было не короче разные линии с разная улучшалка идут ничего страшного все замечательно телесопилка может много работать долго это прекрасно это мне нравится вас уже рейтинг кстати 78 потому что у нас появился еще один объект в собственности 11 поле это тоже прекрасно и вообще если брать смотреть карту наши владения не кстати вот растут и растут это это меня это мне нравится да может быть когда-нибудь настанет тот день когда мы вообще вся карта будет зеленой ну почти вся давайте друзья еще зайдем в меню нашей мебельной фабрики она-то выключена это все понятно через семь часов закончится ремонт и через 13 часов закончится ремонт производства дсп и производства мебели а производства мебели тоже 7 часов делается ничего самом деле мебельным и скорее всего пока что не будем делать наша задача сейчас делать большое количество бруса потому что друзья у меня есть желание построить всякие классные штуки во первых если мы возьмем товарные склады тут надо будет туда тоже склад муки какой-то организовать 20 кубов бруса нужно будет туда и до хрена всего еще склад муки на мельнице у меня есть желание построить не знаю зачем но желание построить его вот у меня есть и мы это уже можем сделать тут тоже надо дохрена бруса на товарных складах возможно надо будет поставить автомойку кстати не так много ресурсов но все равно надо ну и конечно же ангар для техники которые у нас там стоит на нашей ферме сюда нужен только брус и стройматериалы в принципе не проблема но в общем то хочется мне это сделать построить потом уже будем делать мебель тогда когда появится рисовая ферма там обязательно тоже построим ангар без этого никуда но и когда рейтинг будет 100 построим зерновое хранилище еще дополнительно хотя не знаю тоже зачем оно надо потому что мы как-то урожай там не складываем но раз есть такая возможность то хочется это все друзья будет в будущем ладно давайте еще дождемся ответа от риэлторов опаньки здесь монетка где-то есть а я ее даже увидел и как туда попасть все вот так вот попасть 72 осталось даже половина еще не собрали но я правда и не охочусь за ними в общем то друзья ждем ответа по поводу товарных складов опаньки снабжение древесина объем за день 44 куба доставить до часа 12 городская котельная номер 3 7 дней по 44 куба древесины возить кстати есть такая возможность у нас же дед древесины то есть может давайте примем а блин вот это вот я конечно сейчас в раздумьях да давайте примем чё принять все назад пути нет единственное я не знаю как правильно вот это вот работает что привести до часа 12 хотя уже 12 есть нужно ли сейчас вести или нам штраф конца дня влепит но ладно слушайте такая мы тогда ответа не дождемся надо вести древесину я даже не знаю сколько деревьев надо спилить чтобы ее привести давайте посмотрим ладно давайте друзья спилим я не знаю 4 дерева может быть этого хватит на 44 куба по 10 кубов с одного дерева я понимаю что они еще скорее всего не не полностью выросли сколько должны они вырасти посмотрим сколько здесь будет древесины ой они вообще наверно еще маленький их вообще рано пилить что-то вот мне такое вот подсказывает ups и меня один метр стоит а но мы же не будем по метру это пилить правильно 11 метров только я дерево уронил черт это не круто вообще я случайно вырубил этот комбайн его же вроде как уже никак вот не захватишь сюда да я вот так вот отпусти мне хочешь короче первый блин комом совершенно комом я потом с этим деревом не знаю мы наверное вот целиком потом и отвезем поэтому сам по снабжению пускай лежит пока здесь давайте спилим я не знаю четыре дерева они совсем маленькие вот как они сейчас падают я понимаю просто что они прям совсем маленькие беда совсем одно бревно не выросли еще деревья не выросли это точно не последняя стадия роста долго растут конечно они заразы очень долго эти не пшеничку вырастить целая сосна большая ладно чаще из придумаем может я и зря вот этот контракт на снабжение взял хотя с другой стороны если деревья полностью вырастут хрен его знает сколько по времени у нас их 100 на самом деле чё жадничать то вырастут потом еще не проблема что давайте вот такое четвертое посмотрим я просто не знаю сколько сколько это древесины в одном дереве может быть где-нибудь конечно это и написано только не 4 не это 4 все правильно это 4 давайте тогда скорпиончика вот здесь вот бросим а у нас хоть и здесь не под охраной находится надо его поближе к забору перевозить чтоб можно было бросить ups ненавижу технику сломающийся рамой но видимо вот здесь что вы можно оставить поэтому давайте оставим его здесь знаете друзья терзает мне эту смутные сомнения что нихрена шинки тут нету даже близко 40 кубов которые нам надо привести и и одна тонна 8 бревен у нас типа тут лежит можно в принципе еще вот это вот дело закинуть сюда так вот положите можно вот это дерево тоже закинуть как-нибудь его сюда перевести а пока место есть вот так вот здесь лежит черт только она упала к так вот ты ляжешь нет не не ляжет блины я не могу попасть представить какое косой давай вот так вроде легло и вроде может быть даже я сейчас могу так вот перевести если мы те ремнями подцепим она подцепилась погнали отвезем вот это вот все дело котельную которая котельная номер три вот она черт как далеко так снова сюда вот это вроде как надо выгрузить бревна а он продается так даже прыгает и привезли мы всего лишь 8 кубов 5 спиленных деревьев 8 кубов всего кошмар я вот сейчас нарвался на неприятности конечно вот надо было мне вот это вот нажать да надо было ну чтобы не провалить вот это все дело придется конечно сейчас покататься и попилить немножко ладно пойду пилить знаете друзья я спилил еще 15 деревьев вроде как у нас должно быть здесь примерно 25 кубов вот этого всего дела и в сумме станет что-то около 33 этого не будет хватать но я просто посмотреть правильно ли я считаю поэтому я решил это все дело отвести до 33 куба надо еще пилить но твою ж мать я пол леса сейчас спилю я друзья спилил еще восемь штук там вроде как по моим подсчетам должно было хватить 7 но на всякий случай восьмое на всякий случай дан для перестраховки от черт же меня вот сейчас вот дернул принять это сраное снабжение которое вот не надо было принимать на самом деле потому что уже спилена 28 деревьев из 100 посаженных такими темпами если по ней конечно это была последняя стадия роста нас бы тупо не хватило ни деревьев не времени вырастить новые так далее вообще на всякий случай друзья в следующей серии мы будем засаживать лес заново если он не вырастет полностью об 44 все отлично все выполнено пускай этот здесь стоит и меня бесишь первый день снабжения у нас выполнено это тоже прекрасно давайте это закроем завтра завтрашний день игровой надо будет до 12 часов привести еще столько же я надеюсь что деревья к тому времени вырастут но сейчас тогда мотаем время и ждем ответа по поводу товарных складов от риэлтора потому что но я не знаю вот под конец что-то вот я намудрил опять какой-то херни которая не на товарные склады пришел ответ на запрос замечательно ну давай посмотрим что ты мне расскажешь интересного еще двести тридцать семь тысяча триста девяносто восемь похер покупаем 2 миллиона триста девяносто четыре тысячи у нас остается 79 у нас уже рейтинг плюс еще через недельку будет у нас еще плюс два плюс еще там что-нибудь будет да много много насобираем много не не проблема в общем-то у нас появились товарные склады погнали сходим посмотрим что там есть вообще на этих самых товарных складах потому что я там автодрайв то ездил записывал это все нормально здесь в общем то есть вот такие вот склады мешках коробках все хранить можно кстати меню открыть да посмотреть там проще будет товарные склады много товарных складов каждом из них по два с половиной миллиона литров можно хранить поэтому нормально склад сыпучих грузов это всякие отруби гранулы всякая такая вот херня склад без старной муки на 990 кубов есть тоже в принципе полезное дело и на миллион двести склад бруса тоже можно будет сделать заначку поэтому сделаем вот в следующий раз надо будет опять высаживать лес следующий раз друзья у нас будет уборка урожая запустим опять все заводы которые у нас остановились будем убирать урожай будем опять таки пилить лес потому что надо будет запускать завод надо будет выполнять снабжение много пилить придется я надеюсь что деревья еще подрастут а вы друзья чтобы все это дело не пропустить подписывайтесь на канал если вы еще этого не сделали кто хочет смотреть серии заранее можете оформить дешевенькую спонсорку тем кто уже это сделал вам огромнейшее спасибо за моральную поддержку и материальную тоже да вот про лайкусики коменты да не забывайте друзья надо собирать их до хрена и тогда серия скоро выйдет следующие это не шуточки никакие да на этом у меня все всем огромнейшее спасибо за просмотр с вами был никита дела и всем пока